Девушки отдыхают Там что-то свечится Стоять! И где тебя носит, а? А он это кто? Маньяк Мне бабушка рассказывала Маньяк Там, 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 там... Как хорошо, что я вас нашла! Как хорошо, что вы меня искали. Я помогу. Сейчас. Я очень рад, что вас видите. Очень приятно, что вы искали меня. Вы не… Вы неправильно поняли, я по делу. Да. Мне тетя Вера сказала, что она попросила… Осторожно. Что она попросила вас расследовать преступление. Вы возьметесь? Лилия, ну, да расследовать, по сути, нечего. Вы присаживайтесь, присаживайтесь. Вы знаете, мне кажется, ваше родственники правы. Лестница могла случайно упасть. А у страха, как говорится, глаза велики. Вот тетя Вере почудилась, что кто-то на чердаке ходит. Это, конечно. Просто утром, когда я шла на озеро, я в лесу видела мужчину. Он стоял и наблюдал за нашим домом. Давайте-ка я вас накрою, а то прохладно. Вот теперь тепло будет. Вы, конечно, меня извините, но какая связь между мужчиной в лесу и падающей лестницей, а? Ну, самая прямая. Потому что, когда он меня заметил, он исчез. Вы знаете, если вы установите, что лестница упала случайно, ну, на всем станет спокойнее. Ну, а если нет, я просто уверена, что вы очень быстро найдете преступника. Простите, пожалуйста, Лилия. Ну, как я могу отказаться, когда вот так сладко лестят? Хорошо, я возьмусь за это дело. Давайте я поправлю пледик. Прохладно. А, Лилия… А, клюет? Да. Вы ели когда-нибудь суп из пресноводных водорослей? Знаете, я уже три часа здесь сижу. Я думаю, что здесь ничего не водится. Очень даже водится. Просто нужен правильный подход. Так… Вот вы сидите весь в своих мыслях, а нужно думать о рыбе. Каждый охотник должен думать о своей добыче. Можно? А, да, пожалуйста. Ну, конечно, у вас на такой глубине ничего не поймается. Ух ты! Ничего себе! Вот и добыча! Слушайте, сработало! Спасибо большое, Антон Петрович. Спасибо за понимание. В следующий понедельник буду. Отпустили? Взял недельку за свой счёт. Тебе я нужен больше. Спасибо тебе большое. Ты самый лучший муж на свете. А вот этого хватит. Извини, мне нужно отвезти машину на ТО. Целую неделю откладываю. Не обижайся. Ну вот, и вчера вечером Марша вышла к своей маме на улицу, Антонине Васильевне. А мы как раз на лавочке сидели. Вот я её и сфотографировала. Девочка очень хорошая. Она закончила институт с красным дипломом. Ну, в общем, жениха нет. Слушай, мам, я тебя прошу, можно я сам себе невесту найду? А тебе что, кто-то уже понравился в пансионате? Да нет. Ну, я имею в виду гипотетически. Я когда пойму, когда мне нужно жениться, тогда и… Пойму, пойму. Ты до пенсии не поймёшь. Ну, хорошо. Если тебе не нравится Маша, то тогда есть ещё одна девочка. Я с ней недавно в магазине познакомилась. К тебе кто-то пришёл? Мам, извини. Да. Ой, мама. Добрый день, Макар. Меня зовут Леонид Иванович. Я местный доктор. Я бы хотел немножко пообщаться с вами. Пожалуйста. Вот, присаживайтесь. Спасибо. Во-первых, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы приняли участие в поисках Риты. А во-вторых, хотел предложить свои услуги. Я могу сделать вам массаж или мануальную терапию, ещё много всего. Спасибо. Леонид Иванович, а вы сказали, вы местный доктор. Да, местный. А вы сам местный? Да, я родился здесь, в посёлке. Может быть, немного странный вопрос будет. Но вы, может, вспомните, кто у вас был участком двадцать лет назад? Ну, а как не помнить? Помню. Его все знают. Это Алексей Сергеевич Завадский. А что-нибудь случилось? Зачем он вам? Дело есть. Смотри, что я поймала. Нашлялась? Что? Ты чего? Ты думаешь, я идиот? Я не видел, как этот Сергей этот смотрел на тебя, а ты на него? Ты вообще нормальный человек? Ты чего несёшь? Значит так, если я узнаю, что ты мне изменила, ты у меня лесом пойдёшь, поняла? А Федька со мной останется. Тебе его не оставят. Ещё как оставят. Уж лучше жить с отцом, чем с матерью шалавой. У тебя вообще совесть есть? Я тебе всегда верна была. Знаешь что, о суд ещё десять раз подумает. Особенно, когда картины твои увидит. Кстати, а где ты был вчера весь вечер? Здравствуйте. Гражданин детектив. Здравствуйте. Можно просто Сергей. Вы меня извините, пожалуйста. Лиля говорила, что вы будете ждать четыре часа, но я голова дырявая. Завозилась в огороде, вот и опоздала. А где Лиля? А её муж не пустил. Ой, они так вчера скандалили. Ну, просто весь дом на ушах стоял. Он такой ревнивый у неё. И вообще самодур. Понятно. Я быстро. Угу. Тётя Вера. Ау. Мне нужно знать всё о членах вашей семьи. Пожалуйста. Вот вы говорили, что Олег самодур. Ага. А тогда почему вы его к себе пускаете? Это же ваш дом. Дом мне достался от брата Марка. Он у нас был с предпринимательской жилкой. Ну, поднялся на волне перестройки. И всё вам завещал? Да. Но, честно говоря, он не собирался. Гриша и Света — это дети нашей с Марком покойной сестры Тамары. Марк практически воспитал ребят. Они ведь отца не знали. А когда за пару месяцев до смерти он слёг с воспалением лёгких, никто о нём не вспомнил. И ни разу не зашёл к нему, ни разу не посетил. А тогда Олег здесь при чём? Олег — сын Тани, жены нашего Марка. От первого брака. Когда Таня вышла замуж за Марка, Олег остался с отцом. Таня всю жизнь чувствовала за это какую-то вину. И поэтому после смерти жены Марк поддерживал Олега финансами. Он и в завещание хотел его вписать. Но он его тоже не навещал. Да. И я так думаю, что брат поступил так сгоряча. Он бы, конечно, обязательно переписал завещание, если бы не инсульт. Поэтому я положила все деньги в банк и проценты делю между всеми родственниками. Теть Вера, вы такая добрая. А у вас дети есть? Есть. У меня есть сын Петя. Он программист, заканчивает аспирантуру. Ух ты, здорово. А где были ваши родственники, когда лестница упала? А я не знаю. Они такие творческие люди. Все время где-то ходят. Гриша пишет пьесы, светостихи. Олег вообще у нас художник. Пацаны, а не знаете, где здесь живет Алексей Сергеевич Завадский? Вон, в том доме. Только вы туда не ходите. А то он совсем сумасшедший стал. С ружьем ходит. И кто заходит в калитку, того он стреляет. Ты это что, сам видел? Не, это мой друг Антоха рассказал. Понятно. Ладно, спасибо. Держи. Мальчик. Чего ты мазила что-то? Ага, спасибо. Мальчик. 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 Есть кто живой? Кто такой? Макар Илюшин. Я частный детектив. Расследую дело об убийстве Риты, работнице пансионата Пригожина. Мне очень нужна ваша помощь. Чем докажешь? К сожалению, ничем. Придется поверить на слово. Или, конечно, можете меня пристрелить. Тогда веселый вечер я вам гарантирую. Полный дон ментов и мои мозги на потолке. А то ведь пойдет скучно. Да. Алексей Сергеевич. Рассказывай, чего надо. Я тебя искала. Угу. Зачем? Ну что ты взяла-то без спросу? Я же только закончил. Не высохло же еще. А это для кого? Ой, все тебе знать надо. Для тети Веры. Для кого? Надо же мне как-то эту мастерскую отрабатывать. Старая кошелка. Ну зачем ты так? А как? Человек нам каждый месяц денег дает. Можно хоть раз приятное сделать? Хоть раз можно, да. Картина, между прочим, очень даже красивая. Не то, что твои мерзости с зубами. Много ты понимаешь в искусстве. Слушай, чего ты встала? Мне свет загородило. Черт. Ты в борщах только разбираешься. Вот это ты понимаешь, да. Займись своим делом, Лилечка. У меня таблетки закончились от аллергии. А ты меня домой дома оставляешь. Слушай, ну еще не хватало. Иди куда хочешь. Оставь меня только в покое, а? Да ладно, ладно. Катя рассказала, что двадцать лет назад здесь произошло очень похожее убийство. Только вот, к сожалению, с местной полицией характером не сошелся. Поэтому вот, Алексей Сергеевич, пришлось к вам прийти. Да, с местной полицией не сойтись не мудрено. Ты думаешь, я совсем из ума выживаю? Два года назад меня ограбили какие-то местные гастролеры. А Боярков, гаденый, с палец за палец не ударил. Вот приходится самому себя защищать. А об убийстве Олеси Лапиной я тебе расскажу, что помню. Ведь его тогда так и не раскрыли. Криминалисты на месте преступления ничего не нашли. Никаких следов, никаких зацепок. След. След. Все, смотри-ка. Давай. Ищи. Молодец. Ищейка прибежала в дом убитой. Ну, видимо, спутала следы убийцы со следами жертв. Затем ко мне обратились две девицы. Вы утверждали, что за несколько месяцев до убийства их тоже опоили. Но зачем – непонятно. То есть, просто в лесу спать оставили. Действительно странно. Да, и одну звали Аня Макарова, кажется. А вторую, вторую точно не помню. Впрочем, у Бояркова в архиве все есть. Алексей Сергеевич, я же вам говорю, с полицией я не в ладах, поэтому у Бояркова точно не ходок. Официально – да. Вот. Держи. Знаешь, у нас в отделении лет двадцать ремонта не было. Руку даю на отсечение, что и замки не меняли. По ночам там никого не бывает. Алексей Сергеевич, это ж вроде незаконно. С этими чертями можно иногда и вне закона. Чего дома? Да ничего. Лиса читать не хочет. Истерики закатывает. Поговори с ней сегодня, отец ты или кто. Не хочет ребенок – нечего заставлять. Дурой будет. В институт не поступит. В полицию пойдет работать? Да, в полицию. По стопам отца. Ага. Прекрасно. Чутье. Чутье от меня надо. Одно и то же. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Чутье, через пень колонку. Ничего уже. Чуть ко мне поведал. Смотри, нормально. Не пеши. Чуть正 пошла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девяносто пятый. Девяносто... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Несколько девушек обращались к ним, что при странных обстоятельствах засыпали в лесу. Как Катя? Именно. У меня есть пара адресов. Девчонки до сих пор живут в поселке. Так что тебе завтра нужно будет съездить и проверить. Завтра съездить и проверить. Ладно, иди спи уже. Что? Иди, спи. А, да. Спасибо за кофе. Доброе утро, Ольга Константиновна. Мне нужно с вами поговорить. Ну, да, конечно. Давайте вот там присядем. Ольга Константиновна, а почему вы не сказали, что двадцать лет назад вашу сестру убили точно так же, как убили Риту? Почему? Нет. Я все сказала полиции. Послушайте, если вы хотите, чтобы я занимался этим делом, я тоже должен знать все. Поэтому мне нужно знать, что произошло двадцать лет назад. Знаете, мы с Олесей были очень близки. Ну, сами понимаете, близняшки маму потеряли в тринадцать лет. Нас воспитывала мачеха. В общем-то так, если посмотреть, то моя история очень похожа на историю Золушки. В Илью я влюбилась с первого взгляда. Со мной такого раньше никогда не было. Я даже не целовалась до этого ни с кем. И так получилось, что я отбила парня у своей сестры. То есть сейчас мне очень стыдно. Но тогда, естественно, я об этом не думала. Я только не могла поверить, что… Ну, вы знаете, Илья, он был такой прекрасный, а я была сельская девчонка. Я не могла поверить, что я встретила такого принца. То есть я о таком даже мечтать могла. Илья… 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 Ну, а потом мы нашли ее в лесу. И она… В общем, мы опоздали. Илья? Илья… Нет… Потом уже выяснилось, что до этого кто-то усыплял девушек в лесу. Про это я в курсе. Спасибо. Возможно, у меня возникнут ещё вопросы. Да-да-да. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Что ты делаешь? Пойдём, скажи. Пойдём, скажи. Пойдём, скажи. Пока. Что? Ну что, мой шустрый друг, сходил к потерпевшей? Да нет ещё. Отвлекло расследование по делу Веры Ивановны. Расследование? В акте, ты там, наверное, целую наркокартель накрыл? Смотри, покажу тебе по телевизору, будут завидовать. С чего звонишь-то? Поторопить тебя. Есть у меня одно подозрение. Иди в посёлок, потом поговорим. Ладно, хорошо. Давай, давай. Ладно, хорошо. Давай, давай. Вы, а вы, а вы меня давно ждете? Да нет. А я как раз и о вас думала. Вернее, о Рите. Мне кажется, что я знаю, по какой причине убили Риту. Понимаете, Макара, в нашей гостинице живет очень много важных постояльцев. Так вот, мне кажется, что Рита могла быть свидетелем разговора двух постояльцев, которые обсуждали, каким способом им убрать их делового партнера. Интересная версия. Мне кажется, в таком случае ее бы просто застрелили. Ну, наверное, вы правы. Ну, может быть, да. А вы что-то хотели? Да нет, особенно. Так соскучал, прогулялся он по территории. С Олеговым Ильем Евгеньевичем поговорил. Очень интересный человек. Ну да, он такой важный, видный. Я, правда, так и не понял. А чем он занимается? А он директор по продажам в московской компании. Директор? Директор. Ух ты. А что за компания? А вам зачем? Только никому не говорите. Нет. Работу хочу сменить. Вот, изучаю рынок труда. Он же, наверное, зарабатывает много. И вот, думаю, какие у них там есть вакансии. Да. Да-да-да, я поняла. Да-да, я сейчас посмотрю. Спасибо. Сейчас. Есть кто дома? Чё надо? Здрасте. Нина Аркадьевна? Ну? Я Сергей Бабкин, детектив. С полицией, что ли? Да. Так, в дом не приглашаю. Там гости. Нина Аркадьевна, двадцать лет назад вы проходили по делу Олеся Лапиной. Ну? Помните? Согласно материалам дела, за несколько недель до этого происшествия вас усыпили в лесу. Меня? Вас, вас, двадцать лет назад. Помните? Правильно? Точно. Да. Я шла из кафетерия, и тут чё-то заснуло в лесу. А не было подозрения, кто бы это мог сделать? Были. Лёшка Маликов мог. Он вообще на меня так странно смотрел. Адрес этого Маликова скажете? Скажу. Только знаете, чё, начальник? Мне надо как-то помочь вспомнить. Ничего с собой, нет? Нет, нет, не ношу. А с чего решили, что это Лёшка Маликов? Чёрт его знает. Гуляли мы, там, познакомились в девяносто восьмом, ну и… Подождите. Олеся была убита в девяносто пятом. Знаешь, не он. Чёрт его, подожди. Чё, так он не вспомнит, я вообще не понимаю. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Подожди. Куда ты пошёл, начальник? Ну дай лучше, ну, на эту, ну, на тюкожечку. Насколько не жалко. И всё-таки, Вера Ивановна, скажите, у меня всё время такое ощущение, что этот сыщик за мной следит. Не по вашей ли просьбе? Нет, конечно. Не по моей, что ты. Просто Сергей небезразличный человек. И он действительно боится за тётю Веру. Если её могли убить, они могут попытаться ещё раз. Но ты-то наверняка знаешь, что он небезразличный. Познакомился уже поближе, м? А что, почему бы Лили с ним не познакомиться? Ну, или с кем-нибудь ещё при таком-то муже? Малолеткам никто слова не давал. А ты вообще молчи нахлебник. Замолчите оба. Не хватало вас опять разнимать. Ой, Петенька. Ну, здравствуй. Ну, наконец-то. Я уж думала, что про меня забыл. Да ладно, мам. Не говори глупостей. Просто на работе немного задержали. Давай. Всем привет. Ой, а у нас тут такое случилось. Ну, во-первых, кто-то на меня покушался. Я была в саду, кто-то сбросил на меня доску, а на балконе цветок уронил. Анна, ну, может, вы вспомните хоть какие-нибудь детали. Поймите, это очень важно. Ну, какие детали? Двадцать лет прошло. Я тот день вообще очень неотчётливо помню. Я у друзей в гостях была. Ивана Купала праздновали. Традиция такая. Сосиски жарили. Ребята выпивали. Я спиртное не очень люблю. Я стопочку выпила, в десять на берег ушла. Там и вырубилась. А нет никаких воспоминаний, вот когда вы отключились? Какие воспоминания? Сон только снился, и всё. А что за сон? Не помню. Яркий такой. Мне такие никогда не снились. А поконкретнее? Может быть, что-нибудь помните из сна? Цветы помню. Ага. Ну, мужчина с татуировкой на плече. С татуировкой? А что за татуировка? Да не помню я. Понятно. Анна, скажите, а вы уверены, что это был сон? Может… Я не знаю. Мне всё время казалось, что я чувствую запах цветов. Ладно, спасибо. Анна, скажите, а вы знали Олесю Лапину? Конечно. Мы вместе учились. И какой она была? Честно? Дрянью она была порядочной. Такая родную мать продаст. Интриги устраивала всякие. Мальчишек меняла, как перчатки. А вот Оля, её сестра, очень добрая, милая была. Робкая даже. Но вы не подумайте, мы когда узнали, что случилось с Олесей, мы переживали все очень. Плакали даже. Смерти никто не заслуживает. Слушай. Это да. Да вы за мной следите. На то я и детектив. Это вам. Приятно. Сами собирали. Почти. Купила у бабушки в поселке. Но сразу поняла, что это для вас. Так. Чего стоим? Загружаемся? Жалко, нельзя взять их домой. Давайте с вами поменяемся. Давайте, не бойтесь. В каком смысле? Не бойтесь, Милея. Вы садитесь за руль. И слушайте, я… Все, давайте, все, давайте, без разговоров. Я не смогу. Я докажу, что вы умеете водить машину. Садитесь, садитесь. Я не смогу. Сможете. Все, вот так. Ну что, стоим? Все, поехали. Вперед. Почти хорошо. Теперь еще раз, плотнее. Так, понятнее, понятнее. Прекрасно. Здрасте. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, Ольге Константиновне, что никаких подвижек нет. Отпечатков пальцев обнаружить не удалось. Но я уверен, это кто-то из местных. Возможно, убийца знал о старом деле и сымитировал почерк. Да здесь каждый третий не в себе. Да что я вам рассказываю, вон Олег. Он же вообще на учете о психушке состоял. Интересно. А вы откуда знаете? Мне жена рассказала. Они росли вместе. Угу. Было у меня одно заявление пару лет назад. Местная туристка согласилась ему позировать. Утверждает, что Олег не приставал. Не удивлен. Вот и пригляделись бы к нему. Обязательно присматриваюсь. Всего доброго. До свидания. До свидания. Здрасте. Да расслабьтесь. Расслабьтесь. Ну чего вы так напряжены? Так-так-так, вот видите, у вас получилось. Ну да. А вы знаете, что ваш Григорий с женщиной встречается? В лесу, в каком-то заброшенном доме. Гриша с женщиной? Да. Так-так, осторожней. Руль вот. Да. Это, конечно, не означает, что он не причастен к покушению на тетю Веру. Но все-таки и шанс, что когда лестница падала на Веру Иванну, в это время он был с любовницей. Как? Гриша с женщиной? Да, может, вы ему и расскажете, что вы ведете расследование и спросите напрямую у него, был он там с женщиной или нет? Ну пока рано. Сейчас всех опрошу. Если появятся более серьезные подозрения, поговорю с ним. А так, что сейчас его смущать-то? Да? Так, внимательно, осторожно. Вот-вот. Вот так. Хорошо. Да, знаете, я здесь выйду, а дальше пшочком. Ну, тогда пробуйтесь. Сама? Ну, не я же. Логично. Чуть-чуть вправо. Сейчас. Ага. Так, осторожней. Ой-ой-ой-ой. Вот видите, все у вас получилось. Ну, да. Спасибо вам. Спасибо вам. И за цветы спасибо. И за вождение. Извините. Лиля. Лиля! Я смотрю, молодежь-то у вас здесь не особо много. В город уезжают. Да. За хорошей жизнью едут в столицу. А вы про тот дом? Так там давно уже никто не живет, с тех пор, как хозяин умер. Чайка Василий Иванович. Он у меня в школе биологию преподавал. Умнейший был человек. Все о растениях знал. Вы сказали, Чайка. У него, по-моему, сын художник, да? Уж не знаю, какой он художник, а то, что человек он скверный, это верно. Женатый человек за девицами волочится. И с отцом поругались. Мне 18 лет было тогда. Так вот, вся улица слышала, как орали. А из-за чего поругались, не знаете? А кто их знает? Только поссорились так, что чуть не поубивали друг друга. Так вот, отец Олега выгнал, и с тех пор, тот ни разу к нему не приехал. Спасибо вам. Вы очень помогли моему расследованию. До свидания. Угу. До свидания. Серега. Макар, а что такая спешка? Макар. Сядь. 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 Слушай, я разговаривал с Анной. Так, что с… Анна, это девушка, которая, ну, помнишь, уснула в лесу. Вспоминай. В общем так, она мне рассказала, что она видела мужчину с татуировкой на плече. Ну, вернее, она думает, что это был сон. Но я думаю, что это не был сон. И знаешь, кто это? Мне кажется, что это Илья, наш заказчик. Хорошо. Значит, извини, пожалуйста, Макар, но мне некогда. И что ты взял, что это я? Серега. Сереж, во-первых, Иван Купала, да? Он уже был здесь. Во-вторых, у него татуировка на плече. В-третьих, я поговорил с его начальником, он сказал, что в тот день, когда Риту убили, Илья отпросился с работы в час, а в пансионат пришел в семь. Значит, он нам наврал. Прекрасно. Вызывай полицию. Вызовем полицию, но сначала поговорим с ним вместе. Макар, пойдем. Рад, что вы вернулись. Одному скушно поговорить не с кем. И нам есть о чем поговорить. И о чем же? О том, как ты убивал Риту. И, возможно, Олесю Лапину. Олесю мы можем понять. Она мешала вашему счастью с сестрой. Но вот Риту за что? Вы здоровый человек? Что вы несете? Я не буду комментировать эту глупую версию. Тогда мы вынуждены будем все рассказать полиции. Анна, которую усыпили в лесу, рассказала нам, что видела мужчину с татуировкой на плече. У вас же есть татуировка. И есть. Только я не знаю никакую Аню. Которая проходила по делу Олеси. И, кстати, вы тоже. Та история, которую вы говорите, произошла двадцать лет назад. А я сделал татуировку год назад. И у меня есть масса способов это доказать. А чего ж ты нам соврал? Сказал, что был в офисе, а твой начальник сказал, что ты ушел в полдень. А вот тут я и вправду соврал. Я ушел днем из офиса, потому что мы с Ритой планировали встретиться. Мы с Ритой, как бы это сказать, были любовниками. Угадал. Илья, вам все равно придется нам все рассказать. Я обещаю, эта история останется между нами. Хорошо. В тот вечер я хотел сделать Рите предложение. Сказать, что порву с женой. Я прождал ее в лесу. Мы там иногда встречались в моей машине. Звонил ей раз сто. Но телефон не отвечал. Я понимал, что просто так Рита не могла не прийти. Она была очень пунктуальным человеком. Потом я поехал в пансионат. А дальше вы знаете. А есть какие-нибудь доказательства? Нет. Я женатый человек. Предлагаешь поверить тебе на слово? Да не верьте. Нюша все равно. До свидания. Мы не договорились. Не плевать. Тише, тише, Сереж. Пусть идет. Если что, у меня и квитанция есть. О чем это он? Думаю, Сереж, вот об этом. Любимый Рити. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова